запись начать запись так название название не на реальность тихим у нас сегодня название так реальности хорошо все запись пошла сейчас открою тоже вконтакте и о чем я хотела сегодня поговорить у меня тут продолжается поток поток всего леночка спрос как зайти ну вот ленос я думаю что сейчас уже ты поняла как зайти на трансляция уже пошла просто нажать на видео если ты еще не нажал ты меня не слышишь так хорошо и так что сегодня будет сегодня такой разговорный эфирчик болталка поделюсь свежей порции осознания и трансформации на тему отношений на другие темы тоже и управление реальностью как мы творим свою реальность также поделюсь практикой которая пришла мне сегодня утром во время общения с одним прекрасным мужчиной вот и вы сможете сделать ее или самостоятельно или также вместе можем ее сделать на нашем курсе онлайн-курсе новогодняя инвентаризация и кто придет в питере два занятия у нас будет тоже по инвентаризации новому году там тоже я думаю сделаем вот так сейчас посмотрю как обычно в телеграме пишем под последним постом лена зашла отличненько пишем сообщения ставим плюсики пишем вопросы вот эфир как обычно у меня практически не запланированный поэтому много я вас не ожидаю ну кто придет тоже здорово всегда веселее в компании и так что у меня происходит давайте сразу наверное начну с практики до сегодня переписывали с моим любимым мужчиной кстати мы с ним решили уйти от концепции близнецовые пламена поэтому все он уже не близнецовое пламя просто пообсуждали за тему плюс я сегодня сессию одно интересно выбрала на сама как клиент вот и еще какое-то очередное расширение произошло и я ощутила что в каких-то моментах вот эта концепция близнецового пламени меня тоже немножко уже сужает поэтому не будем привязываться к определению вот в общем переписывались мы с мужчиной и я отловила вот эту штуку как нас могут затягивать разные реальности которые нам не например не подходят в частности кости с которым уже 17 лет в непонятных отношений уже не близнецовых но окей вот и а у нас ним такой сценарий отыгрывался долгие годы что я его догоняю он убегает я типа что там навязываю какую-то любовь отношения он типа говорит нет что ты тут меня хочешь присвоить навязываешься думагаешься нет в своя жизнь и вот он опять мне про транслировал в каком-то варианте вот это вот вот эту свою идею что и даже там прозвучало что я отношусь вообще к тебе просто как человеку нету ничего там между нами ну типа там я тебя не люблю и вообще но при этом мы с ним общались на тему как он меня не любит несколько часов но смотрите причем это у нас повторяется историях уже давно много раз как такая заезженная пластинка раньше меня это дико триггерила ну потому что я всегда чувствовал нашу связь и любовь к нему и с его стороны но опять же может это его глюки хотя я так не думаю вот они суть все же наше отражение на самом деле и он долгое время отражал вот эти какие-то истории отвержение нелюбви и вчера и сегодня тоже попытался это продолжить с большой любовью и что во мне стало происходить я это читаю опять я понимаю что это все уже было что это в эту игру мы уже играли и я просто внутренние не принимают ну как не принимаю я далее наоборот наверное принимаю эту реальность но я в нее не втягиваюсь не начинаю играть как я ее принимаю я просто стала вот его он не пишет сообщение я просто беру сообщения и довожу их до абсурда ну то есть он не пишет тип ты для меня там просто человек вот ну прикиньте надо было да мне вот зацепиться мужчина для тех я женщину для многих мужчин да я женщину все а тут для мужчины я человек тип не женщины там тебя не воспринимаю как женщина хорошо и я просто беру него вот эти вот какие-то даже идеи фразы я их довожу до абсурда хорошо давай общаться ты он но никакой любви ничего вы просто с тобой там товарищи соратники по духовному пути потому что он тоже идет своим духовным путем буддистской традиции но кстати классно мы сейчас больше стали общаться он не стал больше рассказывать на самом деле много не рассказывает и об этой традиции и я чувствую что там как раз здорово и такое течение я скептически отношусь к многим традициям особенно к таким традиционным религиям но вот это вот буддийские направления я чувствую что там много свободы легкости и истинности для меня по крайней мере в общем это тоже классно но речь не об этом о том что он не вот это пишет и я ему отвечаю ну то есть я довожу эту этот вариант реальности до абсурда что все мы он но никакая не мужчина не женщина да и все теперь просто давай такое очень духовно вести бесполных в общем как-то этого сменивают для себя в первую очередь на самом деле важно здесь вообще отстать от мужчины как и от всех наших близких и мы с костью тоже об этом говорили а работать собой да то есть обращение обращать внимание на себя соответственно я начинаю работать собой тем сам я понимаю что я не хочу если раньше меня это могло бы все расстроить там слезах да я была бы расплакалась бы может быть когда-то да вот такое читаю начала в это верит втягиваться играть в эту реальность соответственно в этой реальности я получаю жертвой страдалицей до жертвы какой-то неразделенной любви я понимаю что нет уже это уже все отыгранные пьесы и я просто начинаю до заводить до абсурда и где-то веселиться и принимать при этом принимать эту реальность вот смотрите ключ к переключению к выходу на нужную нам реальность это не борьба очень часто мы начинаем втягиваться и раньше я стопроцентно я прям втягивалась я начинала спорить с кости и с другими какими-то людьми на доказывает правоту своей версии реальности это все не работает это только льет воду на мельницу ну скажем так другой другой версии не вашей да то есть если мы начинаем доказывать бороться сопротивляться мы укрепляем то что нам не нравится то с чем мы боремся и сопротивляемся соответственно когда я просто это все приняла но посмотрела сохранив любовь сохранив открытое сердце во первых меня быстро это все отпустило да то есть я осталась классном веселом состоянии и он тоже стал ржать по сути просто стали ржать над всем этим и так несколько заходов было какие-то вещи я брала прямо сейчас уже не помню детали в общем да и серии что там между нами ничего нету а я пишу да все стираю все нейронные связи любых намеках что что-то за может быть между нами все стираю полностью память просто мы не знакомые люди буквально только дистанция только хардкор только разделенность опять же он мне стал транслировать какую-то версию дуальности старую 3d матрицы из 3d матрицы понятно что не специально да просто в нем тоже есть еще какие-то такие настройки плюс надо было мне видимо очередную какую-то трансформацию пройти укрепиться в новой версии соответственно про разделенность да что мы все отдельно и вообще нет любви вот а я уже давно да я прям пропитываюсь вот этой идеей что все есть любовь по сути для меня все есть любовь ну по крайней мере уже на уровне сознания может быть не всегда на уровне автоматических реакций и вот он мне помогал таким образом до укрепить соответственно так вот мы поржали ну то есть и я эту практику потом уже смотрите что произошло и я в таком хорошем мы поболтали там еще какие-то другие темы потом все это многое сейчас общаемся опять же он у меня тоже перезагрузился в моей реальности да если раньше это было вообще очень скудно и очень много было как раз дистанции отгороженности сейчас пошла больше открытость больше прямо поток энергии но опять же я не хочу привязываться что все это там мой мужчина навеки надо обязательно нам с ним слиться в экстазе соединиться вот но просто я чувствую сейчас там много энергии и иду за энергией но это прям классно вот и меня это очень радует наполняет отношения которые близки хоть мы вообще да там не в отношениях можно сказать но при этом вот именно общение уровень общения уровень тем который мы обсуждаем уровень энергии которые там гуляют это все время очень близко к тому что но наверно к моему идеалу вот по крайней мере приближается о чем я хочу мне условно давайте посмотрите телеграмм привет да вы тут слушайте напишите что-нибудь под под последним цветом постом насти здорово так так хорошо в общем напишите чего-нибудь как слышно слышно ли меня дальше это у меня мысли улетелом сильные очень сильные и такие интересные потоки я купаюсь в любви самом деле как бы мне не писал что костя чтобы там не происходило это все внутри нас действительно если мы хотим верить разделенности нелюбовь то вы можем не верить и страдам если вы просто в нее не верим а вот про технику да то есть я это все сделала вышла в хорошем но таком настроение ржачного всем не весело стало в любви опять же да ощущая не потеряв вот это состояние впав какую-то жертву опять что меня отвергают просто сохранив вот это состояние веселья любви и потом мне приходит такое осознание что блин блин это же практика да то что я сейчас делала собой это классная практика который в которой можно использовать чтобы выходить в нужную версию реальности закрепляться в желаемой реальности и не поддаваться на какие-то глючные реальности страдальческие реальности унылые реальности которые в полях тут вокруг тоже есть у нас то есть люди много разных людей у каждого свои какие-то идеи версии реальности слои реальности и если мы неосознаны мы можем вот так вот податься да я бы в неосознанном состоянии я бы поддалась до 1 кости ну вот эту версию и там вы закрутились определенные обстоятельства и главное определенное внутреннее состояние ощущение опять отделенности да там покинутости одиночества какого-то не ценности что я какая-то не такая если мы вам не видят человека и типа не видят женщину вот нет я сказал просто не моя реальность вот я я-то точно знаю что я офигенская женщина как и офигенский человек мечта многих да и поэтому буду будем эту практику делать вместе вместе вообще с одной стороны и веселее и плюс я дам еще ключики подсказки помогу где-то довести до до абсурда то есть любые любые реальности можно брать мы это будем делать на новогодней инвентаризации чат уже действует кто еще не с нами я не знаю почему не с вами не с нами объяснить так получается ценник вообще смешной в этот раз эффект польза квантовые изменения там вот очень мощный у меня каждый день сейчас идут квантовые скачки рост расширения сегодня за сегодня я уже на несколько ступеней знаете так расширилась потому что утром вечером там ночь у меня было одно вот эти все таки близнецовые не близнецовые отношения они очень трансформируют даже уберем термин близнецовые просто знаете такие вот отношения двух развитых людей скажем так кто уже довольно далеко прошел по пути самого знания по духовному пути плюс мужской и женской там в любом случае включается и это такая мощная знаете трансформационная машина просто это какой-то ты попадаешь вообще другие мерности сразу да из вот этой вот привычной жизни просто идет расширение и мы вот вчера общались сегодня и это много-много трансформации и плюс еще у меня были там с ним что я увидела мы стали больше открываться и соответственно показывает друг другу свои тени а это очень важный аспект или этап работы с собой когда мы осознаем виде запускаем свет на свои какие-то подавленные темные стороны и что я стала наблюдать он мне какие-то свои вот эти идеи концепции я понимаю что какие-то теневые свои части он не просто показывает возможно подсознательно для того чтобы я их с открытым сердцем просто приняла полюбила и это стало тоже меняться потому что ну я понимаю что по-хорошему это тоже мужчину может тяготить и ограничивать когда вот есть такая связь женщин много лет и там типа нет любви да и типа непонятно что и ну его это явно тоже как напрягала вот соответственно подсознательное желание есть это тоже изменить пустить сюда больше жизни света осознанность в наши отношения потом следующий момент был я ему свою тень тоже демонстрирую что-то он там нет уже писал про жену про там их путь и меня это тоже внутри гернула и что я отловила отловила программу опять-таки какой-то отверженный и как изгнанный ну типа там у них все хорошо и семья и плюс духовная семья вот это вот буддистская традиция да там все все друг другу близнецовы и сломенах любовь и прочая я тут где-то на отшибе и пошли тоже слезы но я сразу же осознаю что это просто выходит очередной блок очередной какой-то тяжелый заряд из подсознания и я стала с ним делиться но делиться не в таком что спасай меня там неплохо или ты меня обидел это из жертвы было бы а из вокруг ну как бы состояние осознанного до написала что это вот меня бомбанула от этих фраз там да и его но это моя программа я это осознаю и если раньше он убегал часто сколько вот мы общались встречались еще когда или просто там переписывались только и я демонстрирую сильные негативные чувства какие-то тяжелые как часто это бывает в мужско-женских отношениях мужчина еще не очень ну где-то в этих местах зрелый ну да вот не очень подготовленный иметь с этим дело он сливается убегают прячется потому что тяжело выносить женские эмоции вы кстати есть такая версия что у мужчин вообще эмоциональный диапазон грубо говоря от минус пяти до плюс пяти в среднем у женщины там минус тридцать плюс тридцать и когда женщина начинает шарашивать своими эмоциями мужчина может если не расширен до эмоциональный диапазон собственной нету достаточного контакта со своей внутренней женщины его это просто начинаешь сшивать до прикиньте вот его коридор и тут такая цунами просто и они прячутся и сейчас я смотрю он уже не прячется да то есть он также мои тени выдерживает а это важно в принципе в разных отношениях особенно в близких отношениях до соответственно близких отношений когда мы выдерживаем тени друг друга ну стави разумной границы где надо да но при этом с принятием с любовью есть возможность трансформации или же наоборот когда мы убегаем от теней подавляем все не очень здоровая история трансформация затягивается или не наступает так хорошо так сейчас комменты посмотрю привет мне тоже без близнецовых пламен больше заходит но да опять же эта концепция она мне помогла на определенном этапе потому что многое объяснила но с другой стороны я понимаю что в любой концепции есть ограничения поэтому я не привязываюсь возможно еще буду этот термин применять но жестко не привязываюсь отзывается то что ты говоришь слушаю с интересом спасибо нет отклик вот дальше дальше так потерял мысль это сегодня такой поток очень много всего разнообразного а про тени да что по сути важно и даже у меня фразу тут стать было выписано сейчас мультфильду как про тени про тени кто такой сильный мужчина тот кто может выдержать свою любимую женщину в том числе ее эмоциональные проявления то есть часто ее тени в принципе и даже может быть не только свою любимую женщину в принципе до женские эмоции женские проявления вы станете до спокойно дав женщине возможно какие-то берега опору на в этом и принятие тогда вот я и кости вчера писала но это известная вещь что он спрашивает чем тебе помочь фигари ну чем не помочь просто присутствием просто тем что ты не закрываешься и все если мужчины будут слушать вот для мужчин говорю что здесь не надо женщину спасать обычно здесь не надо женщину учить в эти моменты лечить просто присутствовать и принять это все и это как волна в лес какой-то проходит и успокаивается а если мы с этой волной сопротивляемся ну как боремся сопротивляемся ей закрываемся или пытаемся подыбить в ответ жестко как-то да там что-нибудь сказать то волна только нарастает хорошо поехали дальше так 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 что у меня еще происходило за последние дни продолжается очищение от блоков для того чтобы освободить место для новой реальности кстати и пространство в очередной раз начало расчищать тоже важные моменты до чтобы вошло что-то новое однозначно надо очищаться от старого и интересным несколько инсайтов было один из них делали мы обмены с прекрасной девушкой и у меня запрос был как раз что у меня захламляется снова хотя часто чищу но все равно захламляется там комп память я не успевают расчищать какие-то в доме местам полочки и стали смотреть где еще внутри в теле в энергетике вот этот блок сидит на который создает много всего накопали не буду целиком рассказывать но там мамина стратегия родовые темы но один из блоков был какой-то я смотрю что у меня какой-то туман в верхней части головы как будто бы застилает мне ясное зрение и видение и тот же вот моя мастер ведущая мне говорит слушай так это вот рождение период беременности родов и мы вышли на ситуацию когда мама моя была беременна там сложные были отношения с папой да он женился потом или нет в процессе как раз когда мама была беременна он женился но женился потому что советский союз и по сути его вынудили он не хотел жениться я получилась по залету там не было никаких они были молодые и у папы по крайней мере не было никаких серьезных планов а мама была сильно влюблена и мама понимала может быть даже он ей открыто сказал или какие-то намеки были что он с ней не останется и соответственно она не хотела плюс она беременная было фу прям говорю сейчас какие-то эмоции поднимаются а давайте это все свет творца отправим кому откликнется откликается тема какая-то такая от оставленности да когда женщина оставляет мужчина не когда женщина беременна ждет ребенка или маленький ребенок мужчина как будто ненадежный не защищающий не ответственный фу вот свет творца это все и соответственно мама просто перекрыла себе видение то есть настолько и это было больно что она подсознательно решила не смотреть в будущее не смотреть на свои отношения вообще не видеть по мамы зрение было около минус 5 минус 6 соответственно я эту программу считал будучи еще мама в животике и я себе зрение аж посадила на минус 12 но это постепенно со школ началось но явно зачатки были уже в тот период внутриутробный вот сейчас зрение прекрасное после операции по замене хрусталиков отдельная кстати рассказывал кому интересно пишите в личку порекомендую кому обращаться все благополучно уже больше полугода вижу мир ясно туман ушел но видите на энергетике какой-то еще остался оставался все уже сейчас и его так сказать трансформировали вот и это тоже может влиять на вот подобные блоки которые мы перенимаем от родителей из рода влиять на выбор наших реальностей и мы можем тем самым не выбирать лучшую реальность для себя в поле в в энергетическом поле есть много разных реальностей да и сейчас нам открываются доступы вообще офигенские реальности в офигенские отношения офигенское изобилие офигенскую реализацию просто сейчас вот она все здесь уже на вот эти версии но чтобы туда зайти важно отказываться уже от старых реальностей снимать все эти блоки из из ума до из подсознания из энергетики из тела и гнуть свою линию в каком плане это не значит вот совершенно что я хочу гнуть что все я буду только в отношении к с этим мужчин да это тоже будет не очень экологично огнуть свою версию реальности что я в любви я люблю и любима и я создаю классные счастливые гармоничные отношения для себя моя жизнь офигенская я живу в изобилии в реализации счастье с постоянными чудесами и это так и это моя реальность и мы все любим друг друга вот у меня это прямо все больше простраиваться вот это вот вера я все больше вижу реально этой любви поэтому кто бы мне не говорил уже что он меня не любит ну как то же самое что если мне скажут что я мотылюк или жирная корова понимаете как мы осуществляем смену реальности что такое смена реальность и выбор реальности и состояние творца именно дальше так вот еще про вот смотрите что у нас происходит немножко про смену реальности и чудеса вот у меня сейчас я уже рассказывала в телеграме до telegram кто не включился тета настройки по средам утром включаетесь ссылки будут под видео где-то где-нибудь я рассказывал что у меня мама перезагрузилась то есть просто у меня мама позвонил тут мне признала что она всю жизнь жила и сейчас ощущается как четырехлетний ребенок признала что она виновата и плохо нас воспитывал вообще никогда такого не было у нее и что она хочет помириться с моей сестрой ну там у нас санта-барбара не все совсем переруганы в общем семейная история прекрасных нас и в общем что она виновата во многом я и наоборот немножко по переключала из чувства вины поблагодарила первый раз наверное я очень искренне поблагодарила за жизнь сказал мамочка я вообще тебя ни в чем не виню да то есть как было так было да говорю раньше на тебя обижалась сейчас я просто благодарна тебя люблю ты у меня замечательная великая женщина я ей сказал ох говорю сейчас слезы наворачиваются зная кто знает там нашу историю там просто трэш и с мамой очень долго было очень тяжело и она живет в отшельничестве ну то есть там такая много травм но при этом великая женщина все больше понимаю и осознаю и принимать что великая женщина просто и мама я к тому что смотрите смена реальности идет я поработала с женским родом с мамой у меня мама вообще в новой версии я работаю много с внутренним мужчиной меня вот костя самый такой мой как-то мелкий тиран находка для воин тиранистый мужчина с которым не отлипнуть и при этом и при этом постоянно меня как-то теребит он тоже перезагружается ну то есть там вообще какая-то новая обновленная версия сейчас если в апреле мы еще общались была одна версия потом побыли до в бане разлуки сейчас общаемся как будто новая версия голосовые смотрю записал ну так просто такой поток идет другой уже совершенно и это все у нас то есть все у нас мы просто творим своими настройками кстати как это еще работает выделюсь вот во первых сакрального союза но у нас вести с полей коуч-группа напоминаю кто еще не с нами тоже почему еще не с нами как так получается женщины по крайней мере мужчины вы можете на индивидуалки приходить а женщины маст хэв мы работали на одном из недавних вебинаров в коуч-группе и стеляли внутреннее мужское по аспектам внутреннего мальчика внутреннего юноса внутреннего мужчину очень мощно очень много осознаний и вот тут же пишет девушка я безумен я у девчонок спрашиваю разрешение да можно ли анонимно поделиться вот смотрите так сейчас где у меня девушки всем добрый вечер тоже хочу поделиться я после эфира про мальчик и мужчину познакомилась с очень интересным парнем на сайте знакомств если до этого была какая-то осторожность в плане встретиться мне не хотелось то с ним сразу появилось много общих тем схожих интересов мы переписывались день и на следующий он приехал с красивым букетом и подарочком и оказалось что у него день рождения мы посидели в кафе часа четыре и не могли наговориться и чувства как будто давно знакомы он не симпатичен мы прям на одной волне там у нее несколько вопросов было будем разбирать тоже на вебинаре но что происходит да если раньше в поле не было таких созвучных мужчин на то проработали и тут же вселенной да дает новую версию обновленную версию мужчины вот вот так это работает очень классно и кстати это к тому кто боится сайтов знакомств или считаю что там нет вообще адекватных девушка с одной общались в индивидуалке тоже у нее запрос в отношениям я стал спрашивать про сайты знакомств на ой и там такие низкие энергии там трата времени ну я нужно еще выйдет поскольку пакет сессии длительная работа вот но сайты знакомств тоже у всех разные у каждого свои в том плане что каждый там привлекает определенных мужчин соответствии со своими вибрациями из энергии внутреннего мужчины в общем вот такие радостные новости это у нас довольно молоденькая девушка на коуч группе около 30 лет да и дальше смотрите еще сейчас посмотрю чаты 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 о контакте оживился возможно разность потенциалов это есть любовь 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 что-то такие все есть любовь для меня все есть любовь и мы все друг друга любят ну вот реально на уровне душ на уровне высших я просто это любовь проявляется по-разному вот так сейчас я это вижу где-то разность потенциалов для меня конечно особая краска у любви между мужчиной и женщиной там она конечно особо их я очень люблю такую любовь люблю сама любовь наверно что мне ценно например вот в этих отношениях моих с костей что там во мне раскрывается такая любовь которая даже независимо от того что там с той стороны дает огромное счастье нет кстати здесь еще идет что я осознала сегодня буквально более ясно что он не помогает соединиться со своим высшим я а есть опять же такой взгляд что для женщины высшая это мужчина бог да это вот как мужской аспект а для мужчины его высшая его высшие аспекты это женский аспект как раз полюса такие здесь вот и он не стопроцентно вот кости помогает через общение через какие-то да такие взаимодействия найти как будто бы путь вот к богу вот и к своему же высшему я бесконечно любящему божественному мужскому лёш пишет здравствуйте привет лёш как вы я чудесно мы с тобой увидимся ты пойдешь на праздник там новогодний зажигатель в четверг я вот все думаю надо наверно сходить много раз видела как болезни закладываются внутриутробном периоде они пишут да люда привет лена пишет он прокачивает вашу веру стопроцентно он не столько всего прокачивать кости да веру мою прокачивает но точно не просто так но там прямо даров очень много даров этих отношений для меня да и для него тоже хочу вам там не говоришь уже бы давно разошлись если бы не было это все взаимно взаимная дружба назовем мужчины такие смешные иногда они прям некоторые дают такая структура когда довольно но жесткая такая в ментале чувство когда под закрыты для них все любовь это что-то очень страшно такая нет нет только не любовь совсем при этом там сердцах только любви когда это начинаешь видеть чувствовать просто не ловишься на эти игры разума на эти игры ума игры умов болтать можно все что год хорошо так продолжим продолжим так вот еще по поводу трансформации это тоже счата по сакральному союзу как важно что еще может нам помогать менять реальность во первых когда вы находитесь в поле мастер который уже умеет выбирать более благоприятные версии реальности да умеет управлять этими версиями вариантами реальности управлять собой своими состояниями и когда вы находитесь в поле доброжелательной группы теплый у нас очень здорово у девчонок меняется реальность вот еще одно сообщение тоже анонимно прочитаю всем привет настя ольга еще раз спасибо за вчерашнюю обратную связь но еще больше за возможность поделиться переживаниям ну там девушка написала тоже про свои личные отношения 1 ну скажем так отношений в целом недавно сложились классные теплые надежные ну просто там очень много чувствуется любви и нежности страсти но есть моменты не буду говорить какие до которые немножко так это ложку дегтя в бочку меда добавляют и вот девушка сначала немножко сомневалась потом решила поделиться вот еще раз спасибо за вчерашнюю обратную связь но еще больше за возможность поделиться переживанием одно и это мне чудесным образом помогло вот что значит легализованная правда да во первых когда мы можем кому-то высказать то что гнетет легализовать эту правду сегодня плотину как будто прорвало негативных эмоций как не бывало воспринимая ситуацию просто как рабочую они проблемную появилась энергия на ее решение тело даже расслабилась тут же начали приходить возможности и даже доход так что для меня даже один чат работает а почему еще работает чат но именно такое это не должен быть знаете такие бывают чат и с непонятными энергии здесь чат выстроен до поле выстроена благоприятным очень поддерживаемся безопасно чистое и вот такие чаты они классно работают потому что вы мы делимся не тем самым снимается фактор изолированности кстати что я делаю зачем я вообще провожу все эти эфиры понимаете я снимаю в том числе фактор изолированности да то есть это тоже самотерапия в каком-то смысле когда я выхожу в эфир а с другой стороны это я показываю еще путь как я работаю с собой и что вы можете тоже делать показываю вам дорожки пути как пройти вот на следующий уровень я сегодня вот кстати брала сессию тоже классный мастер очень мощная и она прошла в каких-то аспектах дальше чем я и отношение там уже быстро надо очень суперский и внутреннее состояние то есть там уже полное практически слияние с высшим я надежная очень а я понимаю что у меня еще есть какие-то моменты где не полное слияние как будто да я еще выбиваюсь из вот этого кайфового счастливого состояния что такое слияние с высшим я или же со своим внутренним мужчиной с богом со своими высшими аспектами она дает колоссальное состояние целостности устойчивость и счастье вот я сейчас выхожу уже на эти уровни но я осознала что у меня есть какие-то ну где-то я пробуксовываю и поэтому я взяла сейчас вложила 15 тысяч на за за сессию часовую вообще не жалею я вкладываюсь когда знаю что этот мастер меня проведет да вот туда куда мне нужно а мне сейчас я вообще поняла что сейчас не так много блин мастеров уже которые меня могут провести туда куда я хочу куда и куда и ну который сами дошли туда куда я дошла потому что я реально дошла далеко это не потому что гордыня какая-то а я сейчас осознаю из тех состояний которые я ощущаю я осознаю ё-моё не зря были все эти годы херенской работы над собой вот она дает сейчас это реально очень это прям счастье не потому что сообщается там с мужчины а у меня и до того как мы стали общаться у меня стало раскрываться это состояние счастье и на это состояние счастья он притянулся понимаете вот почему а ну да к чему я говорила что как раз таки проход и вот в моем поле вы тоже можете много довольно получить проходов подсказок как куда вот выйти дальше как вот из этой ситуации выйти как из этой как на на следующем такую-то ступеньку пройти вот кстати сейчас по поводу тоже курсов тут мы точнее это мы не обсуждали это я услышал тоже у моих хороших знакомых ребят на вебинаре что сейчас осознанные люди уже не платят когда идут на обучение на какие-то на курсе как правило платят не за знание даже платят не за техники не за инструменты а платят за энергии за коды вот эти вот и ключи такие тонкие понимаете когда это понимаешь что этот суперский работают при коды счастливых отношений я сейчас в том числе иду к людям обучаюсь у кого есть активно эти коды коды изобилия коды радости коды легкости коды кайфа коды женской энергии и наслаждения куда раскрытые сексуальности сакральной сексуальности я их набирала набирала и у меня уже у самой много этих кодов работают и здесь суть не в том что просто набираем куда-то на уровне ума нет или где они с компьютеры складируются а мы это запускаем себе активируем и тем самым мы можем делиться и помогать просто своим полем все кто к нам приходит всем кто к нам приходит но в большей степени по принципу обмена конечно на закрытые программы поэтому приходите на инвентаризацию сейчас очень онлайн на группу сакральный союз вот так сейчас гляну телеграмчик дальше так 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 вот еще интересная фишечка которая тут использовала очень много экспериментируем услышала по моему я сначала информации или я даже сначала интуитивно сделала потом услышала информацию все что с нашими близкими с мужчинами в том числе и это есть или что мы можем даже с известными людьми даже с кем мы не общаемся так мы можем на тонком плане обмениваться качествами какими-то способностями буквально скачивать из поля нужное нам качество с разрешения высшего я этого человека но если это близнецовое пламя опять же если этот концепцию брать там все считается что единое поле но если в любом случае если это наш близкий мужчина нас нет все равно есть и на единое вот энергетическое поле соответственно что я сделала я подумала что вот костя вообще у него очень классная такая есть способность но это черда мне кажется контр-зависимого не залипать быть ну вот очень автономным независимым это наших отношений практически все время было у меня наоборот я залипаю я там жду этим сообщениях вот я более зависимо и я такая думаю а скачайка я с него вот это конта легкую контр-зависимость я просто настроил старин любимый поделись-ка со мной на чисто энергетически и я реально ощутила что я стала гораздо более независимы а он мне тогда что-то писал я даже весь вечер не отвечала хотя раньше мне хотелось быстрее ответить сразу чтобы диалог продолжился тут ну уже просто спокойнее стало так что тоже можете использовать это по смене своих кодов состоянии и соответственно тоже смена реальности дальше 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 так еще у меня был офигенский какой-то опыт тоже хотела рассказать но такой более интимный опыт своим внутренним мужчин или за с высшим я вот у меня тут пока нету ясности сто процентов с кем я например общаюсь на тонком тонких планах в каком-то мне кажется каким-то аспектом это все равно вот энергия кости идет в каких-то аспектах это энергия моего внутреннего мужчины высшего я но так или иначе они точно как-то взаимосвязаны и как-то тут вечером или утром не ваш в общем какой-то у меня такое было состояние практика эти как включилась тантра скажем так с моей внутренней мужчины я прямо ощущают эти тантрические энергии обмен такая вот это вот сексуальность очень приятное наполнение просто офигенски я так наполнилась и уже собираюсь идти работать у меня курс был т.п. т.хилингу проводить это как будто бы вот энергия этого мужчина внутреннего силы так меня не отпускает ну как вот фантом такой дан ощущается такой подожди играть не спеши да я тебя в нему просто прими риме любовь какая-то такая сердечная любовь пошла именно эмоциональная такая поддержка тепло и я за вами слезы идут и такое расслабление как сам бог может быть может быть это вот как божественная мужской их меня так просто взяла обняла и у меня слезы идут и такое расслабление какая-то прямо знаете как перезагрузка я прям чувствую мне какие-то нейронные связи появляются новые и осознание что я сама блокировала долгие годы вот эту сердечную любовь от мужчин ну то есть как будто бы я-то люблю а вот он закрыт этот вдруг на тонком плане я ощущаю этот поток какой-то огромный такой безусловной теплой мужской любви это просто что-то было и как будто открылись у меня какие-то вот эти ворота на то чтобы принимать и вот эту любовь потому что у меня был такой как будто бы на сексуальном плане там прокачана я принимал легче да вот это вот мужскую огонь мужской до силу вот это все на ментальном плане поговорить обсудить обменяться тоже высказаться да тоже могу многое уже поговорить открытость ей даре а как будто у нас сердце еще был блок именно на принятие вот сейчас говорю пусть у вас тоже это все разблокируется у кого есть может быть кого-то это тоже сейчас как-то затронет и у меня как ушел да вот это вот ушли эти заслонки энергия такая потекла так интересно было первый раз так яркая знаете вот именно в ощущениях все это прожила и она такой процесс как вот сама приходит можно мы можем сидеть что-то специально представлять а тут вот они образы ощущения не как сами приходят какие-то распаковки происходят уже и захожу потом тоже в телеграм сообщения много опять же от кости то есть тоже для меня как какое-то утверждение было как что внешний мужчина тоже тоже более открытым становится и дающим если раньше как будто бы я давала он ну типа принимал так дозированных то здесь оттуда пошел тоже такой поток в общем все чудеса те чудеса те чудеса те дальше опять час я проговорила и сказалось маленькую часть из того что планирую я не знаю как это полю жить то ли обещать эфиры проводить опять же почему я провожу в том числе потому что я переосознаю что-то сама когда рассказываю и в том числе чтобы делиться потому что много энергии и я чувствую как важно передавать эту вот что еще очень интересный тоже опыт и сейчас на индивидуальных сессий которые я уже провожу с клиентами мы работали вот девушка я упоминала там запрос на личные отношения что сначала внутренний мужчина был какой-то раздутый огромный вообще не видел женщин она была но обычных размеров он огромный потом он был нереальным а вот мы вторую сессию проводили уже пошли образы реальному сен реальная женщина между ними взаимодействие да то есть так классно сейчас быстро идут процессы то есть те темы которые не двигались годами по крайней мере в моем поле очень быстро идут исцеление такие квантовые скачки так что-то я хрипеть начала глотну сейчас свой имбирный напиток да у меня как обычно теперь на эфирах очищающая свеча еще говорит чистят наше общее поле меня здесь эфирное розовое масло такие женские волшебство от дотерры тоже я люблю душиться а энергия роза классные высокие вибрации роза несет хорошо дальше вот еще тоже интересно сегодня буквально у нас продолжается общение чат по сакральному женскому обучению хоть мы весной уже закончили а все равно общаемся периодически с девчонками очень мощные там такие волшебницы очень интересных опытах у многих вот эти квантовые отношения я тоже упоминала прошлый раз одна девушка написала что у нее любимый во-первых в америке в европе явно там вот это вот связь есть притяжение но он тоже такой немножко как отмороженный и вот у нее у мамы сложности со здоровьем она все сама тянет а он даже не подержал ничего написал ему тип ты же сильная женщина я тогда ей вот это сообщение как-то прокомментировала просто сказав что но они наши зеркала же может быть он не такой гад ты себе не позволяет что-то в общем как-то я через сообщение видим ее переключила потому что она сегодня написала настя ты представляешь после твоего сообщения которое она прослушала что-то не там перенастроить и этот же мужчина вдруг они как-то случайно созвонились в инстаграме и он ее очень поддержал он ей сказал держи меня в курсе как там мама если нужна помощь обращайся то есть тоже перезагрузился мужчина который казалось бы был все никаким стал проявляться в общем то все так интересно дальше но вот еще что мне пришло учишься кайфовать и получать экстаз от всех проявлений например но это вот для тех кто слушай да кто в квантовых отношениях до таких непростых или вообще от всех проявлений жизни то есть смотрите учусь и кайфовать и получать экстаз от всех проявлений например в отношении с мужчиной или с мужчинами, соответственно, ты учишься кайфовать и быть в экстазе от всех проявлений мира, что вот я сейчас ещё тоже отловила. Мой любимый, он реально такой провокатор, он меня периодически в самые какие-то болевые точки тыкал. И когда я стала действительно спокойно, с юмором, легко их воспринимать, то есть это вырабатывается просто навык, в принципе мир воспринимать, тоже легко, с юмором, с любовью. Для кого-то это как вот Костанеда, да, и вот стата «Мелкий тиран, находка для воина». Для кого-то это может быть не мужчина, а финансовые какие-то проблемы. Для кого-то это может быть начальник или начальница, или ребёнок, или свекровь, которая вас триггерит. Так вот, это ваши тренера для того, чтобы даже с ними вы начали кайфовать. Да, даже от них вы начали кайфовать, и тогда у вас этот навык распространяется на все сферы жизни и на жизнь в целом. Для кого-то может погода, да, у нас там потекло сейчас. Вот теперь в Питере мне вот как раз мой приятель, с которым мы летом ещё путешествовали, мы так с ним тоже на связи. Некоторые мне спрашивают, Настя, куда он делся? Я фотки помещала, никуда не делся. От такой женщины сложно куда-то деться. Просто тоже писал, что гололиод, там, тра-та-та. Если вас погода триггерит, начните кайфовать от погоды, от гололиода, от того, что снег не убирает на улице. В общем, это ваши тренировки. Дальше. По поводу новогодней инвентаризации ещё немножко. Значит, онлайн уже в четверг мы стартуем онлайн, но первый вебинар я выложу в четверг в записи, он будет, мой успех. А потом, когда у нас там? В общем, да, потом в субботу, нет, в воскресенье 24-го, и в субботу 30-го утром будет два вебинара онлайн. Вот там мы будем, я думаю, что на первом делать, во-первых, стандартный такой процесс, инвентаризацию саму. Там же мы сделаем с вами в каком-то таком весёлом формате смену реальности. Это вот, я прям чувствую, как это будет мощно на группе, тем более. И на втором вебинаре уже больше будем заниматься манифестацией и выбором новых реальностей, новых сюжетов для себя, новых игр и закрепления уже в этом. Вот. Дальше. Так, а куда мне делось? Делось мой план. Так. Так. Вот что мне писали, да, много очень отзывов как раз про новогоднюю инвентаризацию. Настя в первый раз проходила новогоднюю перезагрузку, она же инвентаризация. Под впечатлением. Сама бы вряд ли села анализировать свой год. А здесь с приятной компанией, с общим настроем, в лёгкую и дружескую атмосферу, просто с удовольствием. Анализ всего года, убирание того, что не служит, наполнение энергии настоящего и будущего, переход в пятое измерение, нейрографика – это сила. Благодарю тебя и всех девочек. Ещё отзыв. Иду обязательно. Два года подряд проходила этот интенсив. Два года подряд из моих желаний 80% осуществляется. А девчонки очень много обычно пишут у нас, да. И сейчас осознанные люди уже покупают именно энергии. Энергия – это валюта нового времени. Важно тоже понимать. Кстати, вот ещё увидела в заметках. Напоминаю, что путешествия по местам силы у нас планируются с Олечкой Большуковых. В январе мы, кстати, решили поездку в Свирский, в монастырь Александра Свирского сделать. Оля очень любит туда ездить. Недавно снова там была. Там очень мощная энергия, святое место. Будем в отельчике жить и там делать практики. Вот. Так что порисуем. Что-то такое хочется волшебное. Как раз январь. А в феврале у нас место сила, русская шамбала – это Мизмай в Краснодарском крае. Напоминаю, кому интересно, пишите в личку. Всё в высшем подробности всем. Так, ну что же. И под конец давайте уже, потому что надо бы мне завершать. Пару фраз инсайта. Сейчас ещё говорил чаты. Ну прям рада, что тут слушатели есть. Смотрю. Так, ВКонтакте. Сейчас, секундочку. И ВКонтакте ей слушателям. Так, сейчас. Так, сейчас почитаю тут. Настя, если ничего не триггерит, но и не кайфуешь особо. Бзене живу, Оля. Правда ли это, что ничего не триггерит? Хотелось спросить. Ну, путь, ты уже знаешь. Мы с тобой уже начали с этим работать, к соединению со своими высшими аспектами. То есть через своего внутреннего мужчину. Поскольку ещё там нету недостаточно соединения, то и недостаточно кайфа. Это мой сейчас взгляд. Там можно по-разному, наверное, на этот вопрос ответить, да, с разных сторон. Но вот то, как я сейчас иду, это именно соединение с внутренним мужчиной, с таким божественным мужским аспектом, который тебя любит, который тебя поддерживает, который о тебе заботится, который тебя оберегает, защищает, холит, лелеет. И с которым классный обмен энергетический в том числе. Ну, это просто. Кстати, вот общались сегодня тоже с одной девушкой. Как она рассказывала, как у неё было соединение с божественным тоже. Вот это вот, она говорит, там, ну, такой поцелуй, но это как поцелуй Бога. Вот. Их там говорит, просто волшебно. Ну, это сексуально для меня, это ещё всё-таки это раскачка, раскрытие и исцеление сексуальной энергии. И то, что даёт именно вкус, драйв и наслаждение. Вот, по крайней мере, я как женщина могу сказать. Да. Для мужчин, возможно, как-то по-другому это. Хотя наслаждение тоже больше женская природа. Соответственно, для мужчин, для мужчин в контакте со своей внутренней женщиной. Наверное, тоже так. Вот. Может быть, сексом надо просто позаниматься. Такое ещё пришло. Не подавлять всё это. Найти, в конце концов, объект. Ну, вот для меня это один из реально классных ключей. Потому что там кладезь для нас, кладезь в наслаждение. Вот. Будда стаял. Оля, может быть, не позволяешь себе чувствительность? В смысле чувства и эмоции. Ну, как не позволяю? Всё позволяю. Ну, вот мне пришло, что даже другая немножко чувствительная. Тут даже больше не чувства и эмоции, а просто классно заняться любовью. Вот. Вкусно, долго, качественно. Это для меня такой духовный тебе ответ. Ой, дорогие. Так, я хотела закончить фразами. В общем, приходите в Питере. Кто в Питере? В субботу уже классные расстановки, переход, квантовый скачок, наполнение, ресурсы, смену реальностей. В субботу площадь Ленина с 12. И в четверг, 28 декабря. Это инвентаризация. Там больше осознания будет, энергопрактика. Попишем. Баклажане в 11.30. Записывайтесь. В общем, пишите. Итак, несколько фраз и будем завершать. Большие объёмы энергии доступны только тем, кто слышит свою интуицию. Практически на всех своих программах я активирую эту способность слышать свою интуицию. В том числе это слышит своё сердце, свою душу. Слышит Творца внутри себя. Чем больше вы соединяетесь с этим, тем больше объёма энергии вы можете проводить. Просто эти объёмы могут постоянно расширяться. И ты просто нет такого, знаете, нет состояния какой-то, не хватает энергии, апатия, усталость какая-то. У меня вообще такого нет. Особенно в последнее время. Дальше. Вчера полночьничала. Поздно что-то ложусь в последний день. В два-три ночи. И утром всё, ты просыпаешься уже до будильника. Всё равно. Всё, что прятали предки, это проявят детки. Мы, кстати, уже пообсуждали с Костей, в принципе, нашу историю. Он тоже писал, что я тут всё вспоминала. Вот у нас такие-то сценарии там разворачивались. Ну что, тоже ему ответили. Смотри, мы с тобой вообще были неосознанные совершенно, да? Стукались там друг от друга. У меня там куча своих родовых ограничений. У него там тоже хватает. Вот. Кто живёт в голове, тот не живёт вовсе, друзья. Ещё один ключ. Переходить из головы в сердце, в тело. В секс, опять же. Секс помогает выйти из головы. Нехватка, вот ещё, нехватка радости, счастья, наслаждения, кайфа, детской такой радости, вдохновения. Это показатель того, что вы, скорее всего, живёте в голове, много энергии в голове. Голова не может испытывать кайф, экстаз. Это мы тотально можем, когда мы в теле включены, да? Голова. Ой, кстати, классную картинку тут видела. Очень мне понравилось. Надо как-то её скачать. Мозг и сердце. Мозг, у него куча там. Когда какая-то задачка встаёт, да? Как мозг действует? Сомнения, варианты, анализ, страхи. Что может быть? Тынь-тынь-тынь. Там куча вариантов. И непонятно, какой выбрать. И вот так вот могут мысли эти бегать по кругу, по кругу. Где решение? Где решение? Когда мы соединяемся с сердцем, и с телом тоже, там да, нет. И всё. И ты просто знаешь. Идти, не идти. Входить в отношения с этим человеком не входи. Запускать такую-то программу не запускать. Одеть это платье или не одевать? Никаких метаний нет. Всё вращается просто. Ты знаешь. И чем больше ты... Это же и соединение с высшим я тоже. Оно всё там. И чем больше ты соединяешься, тем меньше у тебя метаний мозговых, сезон в обешалке вот этих всех прокручиваний, а тем больше у тебя просто знаний. Вот у меня сейчас это тоже раскрывается всё больше, когда есть просто знания. Вот у меня есть просто знания, например, что нам сейчас надо общаться, да, вот с моим любимым. Просто знания. Без того, что там будет потом, вообще как это всё разрулится, это всё, и всё больше уходит как дым. Есть просто знания, что сейчас оно так. Это важно. Ну, да. Есть просто знания, что нам с Олей надо путешествовать по местам силы. Никаких сомнений, просто знания, что всё, надо туда. И ещё какие-то моменты, вот они просто вот, да, нет, да, нет, просто чувствуешь. Ну, идти за энергией ещё в Аксесс называют это. И последнее. Тоже мне понравилось. Если у вас нет точки зрения, вы можете иметь все точки зрения. Это, кстати, и про близнецов. Сразу же, да, то есть если у вас не цепляетесь ни за что, вы можете иметь все точки зрения. А если вы можете иметь все точки зрения, не привязываясь ни к одной, вы можете иметь безграничные возможности. Вот так вот, друзья. Поэтому выходим в пространство любви и свободы, ни к чему не привязываемся, ни цепляемся, просто позволяем себе быть этим пространством. И всё начнёт случаться. Всё, приходите, пишите. На диагностике, кто хочет ещё онлайн за донейшн, тоже пишите. Немножко окошек есть. Всё, друзья. Так, сейчас быстро гляну чат. Может быть, вы там ещё что-нибудь написали. Так, шикарно. Благодарю. Я вас тоже благодарю, что приходите. Я иногда думаю, что что-то я часто с эфира, но с другой стороны, хочется, не хочется удерживать, хочется это просто распространять. Это поле, эти осознания, по моим ощущениям, оно, знаете, как зёрнышки сажаются, сажаются, и там будут классные всходы потом. Так, сейчас, секундочку ещё. Так, ну всё. Всё, дорогие. До связи. Сакральный союз. Завтра мы с вами встречаемся. Напоминаю, в 19.30 в Москве, во вторник, да, как обычно. Со всеми остальными на инвентаризацию в четверг. Встречаемся? Давайте, приходите. Всё. Пока.